Второе повреждение после пуска в пятницу, они были запущены. Одно и отработали. Еще одно повреждение под дорогой. Вчера вытащили трубы, сегодня заводим обратно. И когда будет горячее? Предположительно, что сегодня горячее будет. Директор управляющей компании, в чем ведении находятся эти два дома, адресовал вопрос диспетчерской службе. Жители не получали ответа о проведении аварийно-восстановительных работ. Свои претензии по содержанию городских территорий высказал представитель ГОСАДМТЕХНОДЗОРА. Есть вопросы к МОСАВТОДОРУ по очистке и уборке автобусных остановок. В ходе проверки парковки на газонах были четыре транспортных средства, возбуждены административные дела. Также продолжается операция проверяем сотрудничества, операция тачники. Идет мониторинг состояния детских площадок. К содержанию и ОКОСу претензий нет, но есть изменения ГОСТа, касающиеся самих элементов. В целом, в норме, но остаются некоторые детские площадки, которые по качели, это жесткий подвес, который необходимо устранять. Качелей с жестким подвесом не так много, отозвалась Оксана Якушева, директор благоустройства. Такие были близ В-12. Все подобные качели, согласно предписаниям, нужно убрать, даже если сами элементы находятся в хорошем состоянии. Продолжается комплексное благоустройство дворов. Сразу после асфальтовых работ благоустройство восстановит газоны. Близ В-26 спилены 28 деревьев, рассказала Оксана Якушева. По согласованию с жителями мы обследуем дальше территорию, выявляем все новые и новые больные деревья, которые, особенно тополя и липы, которые уже переросли в возраст зрелости. Тополя уже более 40 метров, там три сухих стоят. То есть мы поросли вырезаем, двигаемся дальше, видим, что проблема нарастает и нарастает. Но тот самый манчжурский орех мы не пробуем. А манчжурский орех мы не пробуем. Все даже необычный. Основное замечание жителей на истекшей неделе – ветки, оставшиеся на придомовых территориях после спила. До конца месяца должны вывести порубочные остатки, которые сейчас временно складированы на территории придомовых домов. 16 августа при подрядчикам добили нам большие деревья. Проблема в том, что полигоны лесной не принимают больше одной машины в неделю. И по договоренности с ними возим больше. Это хочется дороже. «Все школы идут с радуга, приняты к новому учебному году», – прозвучало на планерке. На текущей неделе многие мероприятия будут посвящены Дню физкультурника. Это и игровые программы, и турниры по футболу, теннису и волейболу. Об этом сообщила Оксана Лебедева, начальник отдела культуры, спорта, туризма и работы с молодежью. Главным событием недели станет фестиваль «Пущинские персеиды», который пройдет 12 августа в Радиоастрономической обсерватории. Оксана Лебедева пригласила всех на обширную программу. Она продлится с 15 до 24 часов. А днем в понедельник, 14 августа, запланировано официальное открытие новой большой детской площадки «Близ Г-26». Диана Ларионова, Александр Сущенко, Тимофей Акимов, ТВС «Пущино». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова